МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Арт-обстрелы Донецка за минувшие сутки принесли новые разрушения в городе. По предварительным данным, снаряды попали в районе шахты Лидия в Кавкировском районе. Там же повреждены дома по улицам Дагестанская, Михайловского, Бахрушина, Абакумова, Верхняя Актюбинская. В Куйбышевском районе пострадал частный сектор – улицы Славина, Краснолесная, Лесхозная. Множественные попадания снарядов зафиксированы в поселке Октябрьский. Киевский и Петровский районы также постоянно находятся под обстрелом. Заместитель командующего корпуса Министерства обороны ДНР Эдуард Басурин представил очередной отчет о ситуации в республике. Завнащи зафиксированы 15 отстрелок. Основные отстрелки пришлись в город Докучаевск. Донецк – это Петровский район, Куйбышевский район. По Петровскому району, улица Костелло, Царистическое, Санкланово. В городе Донецк – это Костелло, здесь погибшие разницы. В городе Донецк – 4 человека погибших. Один человек, человеку большую руку, девочки, 3 года. В Докучаевске – один человек, в городе Деничо – всего шестеро. Ранен, в Донецке – 6 человек, в Докучаевске – четверо, в городе Деничо – двое. Вы как слышите, обстрелы до сих пор продолжаются. Основная зона обстрела – это Петровский район и район аэропорта. Наш корреспондент Оксана Волчонок приняла участие в рейде спецподразделения СОБР. Во всех районах города на ведущих дорогах идет тщательный досмотр транспортных средств с проверкой документов. Сегодня на Моросе ТВ представился невероятный шанс побывать в ночном рейде. И не просто в какой-нибудь ночном рейде, а даже на бронетехнике. Так выглядит транспорт спецподразделения СОБР, на котором бойцы выдвигаются в ночные рейды. Несколько автомобилей и бронетехника. БМП-2 – боевая машина пехоты. Экипаж состоит из трех человек. Мне посчастливилось, я заняла место в башне машины справа. Обычно здесь располагается командир. Подразделения СОБР совместно с подразделением Берпута, а также с Боргой, проводят каждую ночь рейды по выявлению диверсионно-разведательных групп противника. Во всех районах города на ведущих дорогах идет тщательный досмотр транспортных средств с проверкой документов. Патрули формируются из бойцов различных подразделений. Военные комендатуры, автоинспекции, районных отделений полиции, спецподразделения быстрого реагирования. Задачи и цели, поставленные перед дежурными нарядами. Выявление нарушений правил дорожного движения. Задержание лиц, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения. Пресечение правонарушений. Выявление и уточнение обстоятельств при отсутствии документов, удостоверяющих личность водителя или пассажира. Задержание до выяснения обстоятельств за провоз огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Задержание и обезвреживание диверсионных групп. За время ночного рейда на вверенных участках дорог были зафиксированы незначительные правонарушения. Привет, Сейпетров, Геннадзовский, Папаю, Капрал, Утром, Якубина, Якубина, на Азовске, если видишь меня, привет. Ну, не знаю, что еще. Все нормально будет, держитесь, ребята. Оксана Волчонок, спецподразделение СОБР, специально для Новороссия ТВ, Донецк. Центральный республиканский банк ДНР распорядился установить курсы валют для обменных пунктов на 26 января. Российский рубль. Покупка 31 копейка, продажа 34 копейки. Евро. Покупка 23 гривны, продажа 25 гривен 80 копеек. Доллар США. Покупка 20 гривен 50 копеек, продажа 23 гривны.